хочешь собрать первое место в турнире или немного не хватило до гаранта под вкусные события тебе с этим поможет разобраться сервис доната в игры донатов нет при этом донат через этот сервис дешевле чем в самой игре кроме watcher of realms ты можешь пополнить баланс steam или любой другой любимой твоей игры а перейдя по моей реферальной ссылке в описании ты получишь 5 процентов скидки на первую покупку донатов нет твой главный помощник в мире донатов ребят всем привет вы на канатике спать и ятики и сегодня мы с вами поговорим об одном герое который не вошел в топ 10 легендарок для начала игры и это связано только с тем что он мне не выпал в начале моего пути watcher of realms и поэтому я ему не уделил должного внимания один из пользователей вконтакте там это же выкладываю видео сказал что он ему затащил половину игры сейчас лежит на складе так это и есть вы его уже видите у себя на экране это абсан я его всегда недооценивал максимально потому что он у меня максимум где использовался это возможно на третьем рейде снаряжение то наверно на том 18 уровне там по центру я выставил еще до прихода зелитушки и в принципе все то есть больше нигде я его не успел потестировать вообще в принципе понять его суть логику и вообще кто он такой как его звать сегодня мы с вами о нем поговорим я провел большое количество тестов на рейде снаряжения на кб и прочим прочим замерил в одинаковом шмоте их урон по сравнению в зелиту потому что считаю что зелиту это такая более удачная копия абсана в связи с урону с тем что она и воздух может и собственно большой урон наносит и такой же боец которого хорошо бы ставить за танка и в принципе у них модельки да очень похожи то есть копье бросают копье что или дух что абсан принцип героем по своей массе похоже единственно что у них урон разный там физически и магически еще там еще поджог оттуда тут пробивание то есть них характер урона наносящий очень важен и различен итак начнем мы с соответственно сапсана и разберем его скажем так предназначение у него есть скажем так нельзя назвать что это массуха но пробивание трех врагов наверное можно назвать массовым урона все-таки нанося урон сразу трем врагам пробивая их как бы дано сквозь вот и как видеть от еще не до конца мне прокачан то есть в уроне там были будут потом у вас плашечка урона иметь ввиду что возможность где-то процентов на 10 на 20 он может больше урона нанести если ему навыки прокачаю ну просто у меня сказать лежит он мне сейчас уже не нужен меня эндгейм а вот ребятам кто находится в начале игры в середине он будет очень не то что не заменим но очень полезен до прихода там героев которые там магда либо зелитум потому что вот эти вот герои чуть-чуть следующего класса то есть имба а это такой средний товарищ который пашетку полузащитник в футболе если так сказать вот по полезности так что суть его очень просто у него есть множители в воздухе то есть как видим почти в два раза больше на 74 50 процентов урона воздухе 700 то есть ульта у него за за лочь на то чтобы бить по ну скажем так по 2 3 4 и более цели чтобы был у него чтобы мог по всем нанести при желании и как видим у него сама сами клеточки то есть его желательно за стенку ставить его желательно ставить за танка да у него есть показатели уровне там волки я имею ввиду хп и 3000 по моему защиту у него но этого недостаточно полноценно кого-то долго танчить то есть для каких-то мелких мобов он пойдет большое количество мобов он держать не может потому что он просто боец они танк вот и в принципе для как для для танкеточки небольшой можно из него конечно собрать вот но в принципе он для других целей ставить за танком и собственно пробивать допустим а станка блочит трех целей и вот он ультой всех пробивает нанося огромное количество урона урон этот 700 процентов сравним там по моему с маулом с разоком . да он свою ульту ульту и то есть делаем побольше ему кришан сокрыт урона атаки вот это его фишка то есть обычно он наносит 110 процентов урона один раз и может в воздухе иногда наносит дополнительный урон и собственно в чинить нас секунд использует пронзающий копео при каждой базовой атаки вот собственно это все его навыки давайте тесты я провел тесты на кб сейчас вы их увидите собственно мы видим что где-то в два спина раза меньше урона чем зелиту я провел тесты за стенкой сейчас вы их тоже увидите это за стенкой рейд снаряжение 1 его поставил за стенкой тоже как видите уровень дамага меньше в два с половиной раза но при этом он для массухи достаточно потрогать то что ульта до массовая получается и есть также его можно поставить боком также как высокомерного зелиту валькирию и используя на рейд снаряжение втором на где у него тоже будет урок это в два раза ниже чем зелиту и самое главное его применение которое я раскрыл это воздушные цели по центру ставим зелитуху и соответственно абсана и тут вот как раз абсан раскрывается даже посильнее зелиту то есть это очень неплохо они там себя на уровне показывают и их тестировал в разных там позициях и это очень неплохо то есть количество убиваемых целей из-за того что него массуха массово дозит у там стычки хорошо сносит но абсан пробивает 3 сразу может много цели даже справа слева то есть время просто стояли два соло и вот правый левая цель и когда много настакивают собственно них убивали да и прошли этот рейд на двоих и собственно вот мы видим его прямое предназначение то есть где он даже не хуже чем зелиту а это воздух то есть везде где летят воздушные цели везде где у вас есть какие-то маленькие мелкие там по три цели летит вот там его как бы он там просто король вот то есть он уровне зелиту магда может показать ну и неплохо может принять как я говорил уже за стенкой на рейде снаряжение 3 собственно вообще в принципе неплохо но герой до там полугода года дальше вы заметите просто из-за того что урона не хватает в моем топе топ-10 то что я составлял для новичка он вошел бы наверное где-то в топ-5 топ-6 из-за того что он очень быстро приходит обычно то есть он часто выпадает его очень легко пробудить и собственно проблем всем чтобы вытащить апсана гораздо меньше чем зелиту зелиту мне только под x10 один раз падал и все больше это у меня нет на аккаунте как бы падающих все то есть под x10 x15 не помню какой она выпала апсан очень часто на всех аккаунтах я увижу и надо использовать его как раз вот в этих ипостасях давайте посмотрим оценки оценки достаточно высокие у него и все прокомментирую чтобы вам было полезно я вам также снаряжение артефакта подскажу что там как испытание фракции конечно же да он там ставится по центру тем самым убивает наших этих маленьких мобов идущих то есть он мне помогут 12 уровень странников закрыть надо еще понять что он странник и у него может еще ячейка на 1 увеличится то есть для рейда снаряжения 3 он будет задевать босса сразу же как и мобов тоже то есть у него увеличится все ячейки на 1 и он начинает доставать на одну ячейку раньше всех это надо тоже важно для него потому что это все-таки на дальняк у нас товарищ и тем самым он достает две клетки там даже можно тан танков которым две клетки бью до условно сделать типа ливен это вот фракция странников этим и прикольно что достают там где другие не могут вот и в испытании фракции он прям очень хорошо наносит по центру то есть центр справа небольших мобов а где маленьких надо блочить он хорошо все это делает прилив то же самое у него ульта бьет по большому количеству мобов плюс пробивание то есть он наносит много урона на приливе он будет тоже собственно неплох почему бы нет мобов он мелких будет резать только так рейд снаряжение 3 как и говорил это наверно основная апостаси то есть вот фракции рейд снаряжения 3 по центру его поставить это его основное применение рейд для материалов артефактов опять же там идут маленькие мобы слева справа их контри тоже очень круто у него пробивание опять же он этих маленьких мобов будет сносить собственно как и у себя сзади так вы можете вообще вперед вправо поставить под лунерий он будет еще и помогать другому человеку другого конца набивать эти цели благодаря своей опять же ульте арена одиночной цель почему бы нет очень даже неплохо арена против воздух даже больше бы оценка была бы чем одиночная цель то что все-таки против воздушных целей опять же бьет по трем это очень неплохо кодекс бессмертных можно применять но мне кажется завышенная оценка немножечко для кодекса бессмертных прям прямое применение потому что вспомните примите кроме как 10x и много мелких мобов идет за стеночку этом поставить и настакивать ну не знаю подскажите где еще он может быть применяться рейд снаряжение 2 опять же боком ставим он убивает нас сразу две клетки врагов рейд для золота да потому что есть массуха рейд снаряжение 1 до за стенку ставим и он оттуда будет наяривать война гильдий опять же тоже можно чтобы его универсальность самая хорошая это его универсальность он бьет и по воздуху и по земле и за можно поставить на клетку бойца можно поставить на клетку танка если танков вообще нет поэтому война гильдий почему бы нет он закроет вам и воздух он закроет вам и землю собственно не нужно бояться неназемных не летучих целей что например там сарда и уже не так круто разлом пустоты тоже можно и нужно применять все там есть много локаций где он может быть полезен да даже возьмем там где много летучих ребят слева справа летят там и ставим и он может помочь с этими летунами если уж нет у нас хороших массовых или в соло цель лучников арена массовый урон может быть но опять же мне кажется завышена оценка в драконовый паде завышена оценка на мой взгляд рейд для опыта пойдет опять же массовый урон драконов пать наверное тройка трех с половиной потому что актуальность будет быстро у него падать подземелье снаряжение 2 подземелье снаряжение 1 тоже опять же завышенные оценки не знаю зачем такие ставят это уже для эндгейма и вас уже есть замены типа зелиту и поставить там абсана вместо зелитует очень странно ну например в общем физический урон еще даже слету не понимаю где там его можно нормально применять кроме как физическая ротация физическую волку бить руины титанов опять же пробивной урон только в самом начале опять вот все что ниже вот арена массовый урон и ниже и вот опыт для опыта лан четверка все остальные тройки то есть арена массовая тройка дракона пать тройка подземелье сражение 2 тройка подземелье 1 тройка 4 рейда снаряжение то и рынке на нас тоже тройка вот так вот я скажу такое мнение об соответственно апсане по снаряжению ставим либо рёв либо магию можно гнет можно конечно пробуйте другие сеты потому что вас их скорее всего еще не будет когда у сапсан будет в прайме нужен но в принципе все все стандартные сеты что годны для других дамаж дилеров для него также собственно и работают по поводу естественно артефактов я бы ставился тесно либо вот холодное пламя это нужно для соответственно увеличение урона и он не будет получать урон так как он у вас будет за заскаясь скорее состоять за танком то есть урона у него получаться не будет он будет настакивать получается 33 процента урона поэтому холодное правило моих тестах было но для меня в прайме остальное все ситуативность вас там перед ним стоит какой-нибудь боец который накладывает кровоток то конечно же будет кровоток лучше если вы используете как танка то можно вообще вот ключик используешь в нем аксоза подняшим он лучше танчал там либо вообще забрал его поставить безумие до чтобы больше мобов он блокировали какие-то маленькие мобы вот все остальное ситуативно можно даже здесь тоже здесь массовый урон больше с ультой будет больше вносить но это не так чтобы прям он постоянно с ультой по по многим врагам бьет но тоже может в принципе подойти чем дальше стоит как странник тоже неплохо тоже можно поднять там процентов на 12 на 13 урон но по мне так получается здесь получше будет вот как-то так по артефактам по пробудам я бы не сказал что они он сильно пробуду зависимый здесь вот третья пробуду неплохо цели пронзающего копья плюс один тысяч больше массу х и начинает бить и собственно если там к готовой был плюс 5 секунд это тоже очень неплохо то есть 3 5 пробуду хорошо его бустят поэтому это очень круто в сын ярости плюс 2 то что плюс где-то 10 15 процентов ставим ярость не будет быстрее ну то есть он пробуду независимый но если нужно то если 2 об сам пришел то пробуждаете вот особенно 3 5 пробуду прям хорошо первое ну такое как бы вот под ситуации как-то так absan человек вернее персонаж который не попал в мой топ для новичков вырывается у него просто там кого-нибудь 5 6 место делит очень советую крайне прокачивать новичкам опять же закрывает все клетки танка бойца мага то есть он на всех локациях может применим быть из своей массу хи из-за того что бьет по воздушным целям из-за того что может играть роль и танка и бойца за танком как-то так получается один из самых универсальных бойцов игре до с небольшим урона примерно в два раза ниже чем делит у в среднем если мы берем по всем локациям урон но извините он приходит и чаще раз в 10 в 20 собственно absan достойный совет для новичков к прокачке и использованию много вам где поможет как-то так если что-то не рассказал пишите в комментариях закреплю в принципе все что я вот на тестировал за эти дни по псану я сказал свой опыт я приятно удивлен если бы он был мой первый левитом либо первым там тремя легами я наверное даже бы и уже и не разочаровалась только нам не пришел абсан уже в конце игры ну не актуально когда тебе уже леги не актуальны в конце игры приходят вот который вначале игры актуально в конце тебе приходит как так детей канатики спать и не забудь подписаться на все ссылки в описании особенно в к группу тг тг группу там везде трава твич подписывайся ну и собственно оставляй комментарии лайкой и ребят в конце видео всего лишь хотел напомнить что я предоставляю услуги обзора аккаунта и прохождение любых рейдов снаряжения повышение урона на кб и прочее если бы это застряли либо может нужен совет обращайтесь советы бесплатно когда что-то за вас делаю платно цены достаточно демократичный и приемлемый обращайтесь в к и тг ссылочки будут в описании в закрепленном комментарии